Книга «Открытым оком». 13-й том. Тема «Монашество». Вопрос 2818-й. «Вы говорите, что монахи должны идти в мир, проповедовать и нести социальное служение в миру. Но они же молятся не только за себя, но и за страну, и даже больше того, за весь мир. Разве это не по Евангелию?» Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Разве апостол Павел не молился за весь мир и за Израиль? Римлянам, 10-й глава, 1-й стих. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Или он не молился сам и не призывал других всех, не монахов, ибо их еще и не было в зародыше, молиться за весь мир?» 1-е послание Тимофея, 2-я глава, с 1-го по 4-й стихи. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». В Нагорной проповеди Христос показал лицемерие по трем параметрам – молитва, пост и милостыня. Почему же люди в черном решили вычленить именно молитву и молиться по углам и быть посвященными только молитве? Евангелие от Матфея, 6-я глава, 5-й и 16-й стихи. «И когда молишься, не будь как лицемеры. Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры». А почему не выделили в особый ряд тех, кто будет только поститься за страну и за весь мир? Особую когорту тех, кто будет подавать милостыню за страну и за весь мир? Явно, что роль молитвенников за страну и за весь мир дана всем, а не отдельной касте посвященных. Монашество в таком виде – не евангельское учреждение и должно быть поставлено на евангельскую основу. Монашество нужно, полезно, но не в таком извращенном виде, губящем веру в народе. Они должны быть все до единого благовестниками по образу Павла, который тоже не был женатым и есть самый настоящий Авва Вселенной. Первое послание Коринфянам, 9-я глава, 5-й стих. «Или не имеем власти иметь спутницу и сестру-жену, как и прочие апостолы и братья Господни Икифа?» Стоит болван, обделанный искусно, зовется идолом, кумиром по-библейски. Кому-то вождь, для верующих гнусность, не привыкать им говорить без лести. Последыши расщедрились на мрамор, в фундамент тонны лучшего бетона и тиражируются тысячами в рамке, для тех, кто ничего еще не понял. Не стоит это понимать буквально, в духовном плане идолы повсюду. Есть доморощенные и из зарубежей дальних, и ностальгируют о Сталине-малюте. В ином болване весу не на грош, а он глотает тысячами жертвы, картавит изверг, повергая в дрожь, и грабит изувер Христовой Церкви. Еще страшнее наш идол, наша самость. Лелеем из пеленок эгоизм, тот волчий дух, расширенное хамство, навседозволенность, душевный коммунизм. Иконы-идолы вопит сектанский рот, и льет гудрон безумством разогретый, на лик Христа слепец подземный крот, и нет им удержу, ломающим запреты. Кто непомерно чтит изображение, мироточением давится в прикуску. Хороший делается для врагов мишенью. Мол, кланяйтесь идолу, а не Иисусу. На идолов всегда огромный спрос, на телевизоры, компьютер и мобильник. И вдаль уходит распятый Христос, поток скорбей на душу ту обильно. Кумиры праздной жизни и ажиотажа, пусть выжжет совесть там, где не сожжено. Лик милосердного пусть глупость не замажет. Ни дети грешные, ни злые с детства жены. 22 сентября 2005 год. Игнатий Лапкин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Стоит болван, обделанный искусно, зовется идолом, кумиром по-библейски. Кому-то вождь для верующих гнусность. Не привыкать им говорить без лести. Последующие расщедрились на мрамор, в фундамент тонны лучшего бетона. И тиражируются тысячами в рамке, для тех, кто ничего еще не понял. Не стоит это понимать буквально. В духовном плане идолы повсюду. Есть доморощенные и из зарубежных... Из зарубежных... Ээээм...